Сколько раз ты пытался поменять свою жизнь, внедряя новые привычки? Не мышление, а вот именно привычки. Сколько было воли потрачено? И что из этого получилось? Наше инфополе загажено какими-то непонятными советами. Да, какие-то из них хорошие, какие-то из них нет. И чаще всего в инфополе летают те советы, которые просто вкусные, приятные мысли. В этом видео я дам тебе три четких рекомендации, что тебе нужно будет сделать для того, чтобы интегрировать в свою жизнь абсолютно любую привычку. Бытует мнение, что привычка внедряется в рамках 21 дня. На самом деле это ложь. Когда мы хотим менять свою жизнь, мы сталкиваемся с большим количеством внутренних каких-то сопротивлений. И у человека на начальных этапах не хватает объема воли для того, чтобы, допустим, выдержать регулярность в рамках 21 дня. Я вам скажу на самом деле, что информация немножко страшнее и печальнее. В среднем привычка вводится в человека в диапазоне от 12 до 15 месяцев. И уже с 17 и 19, ну в этом диапазоне месяцев, человек начинает это уже любить. И тут вопрос. Неужели это все время нужно вывозить на морально-волевых? На самом деле это не так. Нужна система. Новые действия это новые паттерны мышления, высвобождение дополнительного времени, определенная подготовка. Переменных большое количество. Как бы это ни звучало бы очень громко, это глобальная перестройка жизни. Но мы почему-то решили, что если внедрять что-то новое, то мы должны это делать с таким усердием, как будто бы мы это делаем постоянно. И делали постоянно. И семья наша делала постоянно. И у нас есть с кого брать пример вживую. Но это же не так. Первое, что нужно нам с вами сделать, ребят, это нужно отъебаться от себя. Второе. У каждого из вас есть нечто, что вы хотите внедрить в свою жизнь. Что по вашим убеждениям как-то улучшит вашу жизнь и приведет к каким-то желаемым результатам. И вот наша с вами задача, вот выписать все вот эти штуки и начать с чего-то одного. И посидите, подумайте. Вот тот человек, к которому вы стремитесь дойти, из этих всех привычек, самая первая, она какая. В вашей картине мира там успешный предприниматель, он, ну, например, слить за своим питанием. Неважно. Но моя, кстати, скромная рекомендация, все-таки первично начать с каких-то манипуляций с телом. Потому что тело это база. Тело это инстинкты. Тело отвечает у нас, да, в целом за нашу производительность. Например, вы решили бегать по утрам. И ваша задача не бежать в марафон в первый же день. Ваша задача одеть необходимую форму, выйти там на стадион, во двор, неважно куда. И просто походить, помахать ручками, ножками, как-то размяться, слегонца пробежаться туда-сюда. Ребят, ну и похер, кто что подумает. Типа, знаете, ой, блячон там вышел там на 10 минут. Мнение этих людей вас вообще никак не должно волновать. Вам нужны маленькие победы. Мы всегда себя переоцениваем. Я открою вам секрет. Я работаю с большим количеством людей, с людьми разного уровня. Те, кто зарабатывает 100 тысяч, и те, кто зарабатывает 5-7 миллионов рублей. Все люди себя переоценивают. Вот из всего того, что есть в нашей голове, 90% мы не способны это сделать. Это всего лишь какие-то образы о хорошем человеке, кем мы хотим стать. И нам нужно разрешить себе эту мысль. Наша с вами задача, если мы хотим внедрять привычку по-настоящему и не слиться, это в рамках 2-3-4 недель осуществлять эту на 10 хотя бы процентов. Все жизненные подвиги, которые мы совершаем, они противоречат нашей системе в голове выживания. То есть подвиг это всегда израсходовать больше, чем есть. И мы должны очень бережно относиться к своим ресурсам, на которых стоит наша психика, и которая нам позволяет создавать удивительные вещи. Если ты хочешь узнать об этом подробно, на чем стоит наша психика, какими ресурсами она пользуется, я приглашаю тебя в свое вводное обучение. Оно длится всего лишь 2 недели. Ссылка под этим видео. Наша с вами задача, это не расходовать больше, чем у нас есть. Наша с вами задача, наоборот, посмотреть и сказать себе, на самом деле мне для этого доступно только 10%, чем я думаю. То есть, ну включайте свое сознание, помогайте себе, своим сознанием. То есть, ну не давайте чувствам, эмоциям вмешиваться в процесс изменения жизни. Сознанка – это основа основ. Все, что вы хотите начать новое, начните это делать просто на 10%. Там отжался 10 раз с утра, там 10 раз присел, все, задача дня выполнена. Не надо из себя корчить атлета. Стремиться к продуктивной продуктивности сходу. Это невозможно. В целом эта концепция хороша. Человек должен жить строго по расписанию. Потому что успех человека измеряется заполненностью и объемом его расписания дня. Но сразу это сделать невозможно. То есть, нельзя сразу заработать миллион. Нельзя сразу пожать штангу, там 150-180 килограмм. Нельзя за один день выучить язык или за месяц. Большие результаты – это всегда маленькие шаги. Вы можете быть с этим не согласны. Ну, значит, вы сильно переоцениваете себя и вы не такой уж клевый, как вы есть на самом деле. Потому что у вас же этого нет. Ребят, откидывайте иллюзии и фантазии о себе. Если вы по-настоящему хотите менять жизнь, нам нужно, ну, грубо говоря, большого слона кушать кусочками. Ключевая мысль в том, что уберите из своей жизни подвиги. Подвиг – это всегда сверхрасход. А нам нужно научиться правильно себя расходовать и распределять. Я не говорю о том, что вы должны закрыться и не тратить себя. Ни в коем случае. Нам для этого и нужны внутренние ресурсы. Но, если мы хотим менять жизнь, нам нужно это делать постепенно. Если вы думаете, что, ой, у меня там, знает, на это уйдет большое количество времени – ложь. Через неделю вы уже себе скажете, какой я красава. Итак, ребят, давайте маленький итог. Первое, что нам нужно сделать для того, чтобы изменить свою жизнь и внедрить любую привычку в нее – это нарисовать себе картинку из всех привычек, то есть из чего вы якобы состоите или хотите состоять в будущем. Далее, 90% этого нахуй откиньте. Не привычек, а вовлеченности в них. Вы себе придумали, там, я час бегаю, час занимаюсь английским, час читаю. Вы бегаете 10 минут, читаете 10 минут, вы занимаетесь английским для 10 минут. Все. И над чем первым из вот этого всего нужно работать? Здесь важно убирать объективизм. И вам может казаться, что там, допустим, чтобы прийти к миллиону, вам нужно нахаживать шаги с утра. То есть вот здесь главное не цензурировать. Образы, на то они и образы, они собирательные. И задача поддерживать себя, работая с вашими образами и доверять им. Так формируется доверие к себе. Как вы только это начнете делать, вы всегда поймете, там, в рамках недели, двух, трех, что, ну, нет, надо делать другое. Тесты, гипотез и любые действия, это всегда лучше, чем бездействие и завышенное ожидание о себе. На сегодня у меня все. С вами был Журман Иван, Life Mentor. Подписывайся на мой канал в Телеграм, я там взаимодействую с вами почаще. Также приходи ко мне учиться, если ты хочешь выстроить идеальную системную жизнь. Ставь лайк, оставляй комментарий, насколько тебе это было полезно. И до новых встреч.